Бисмиллахи ррахмани ррахиму. Альхамду лиллах. Салату ассаламу аля Расулли ллах. У аля алихи у асхаби хаджмайн амма ба'ад. Продолжаем синтаксический разбор Суры Аль-Масад. Са ясла наран адзата лахаба. Будет он гореть в огне обладающим пламенем, то есть в пламенном огне. Са ассина это харф устигбарин частицы будущего времени. Мабдима аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхина конца. Ясла это фиален мударен, глагол настоящего будущего времени. Морфу он поставлен в состоянии аль-Рафа. Почему литаджар рудьи химинин на сибу аль-джазм? Так как он свободен от амилу, от фактора на сиба и джазма. У аля амута рафа и признака рафа в этом глаголе это аддамуту ль-мугаддарату аля ахири, скрытый на его конце аддамман. Мана амин зухуриха аль-тадзур. Проявиться этой аддамме мешает невозможность дать огласовку алифу. Потому что алиф не принимает никакую огласовку. У фаалю и у фааль действующее лицо это дамирун мустатерун фиги джавазан, скрытые в нем в допустимой форме местоимения. ТАКДИРУ ХУГО. И этим скрытым местомением является местомение ХУГО. ВАЛЬФИАЛУ МААФААЛИГИ ГЛАГОЛ ЯСЛА вместе со своим фаалем ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ИСТИНАФИЯТУН ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ, НОВОЕ, ИЛИ СКАЖЕМ ИПТИДАЮТУН ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛ ИРАБИ. НЕ ИМЕЕТ МЕСТО В ПАДИЖЕ. НАРУН ЭТА МАФУЛИНБИГИ. Прямое дополнение глагола. МАНСУБИНБИГИ. ПОСТАВЛЕННЫ ГЛАГОЛОМ В СОСТОЯНИЕ НАСВ. ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДИЖ. У АЛАМАТЫ НАСВБИГИ. ПРИЗНАК ПАДИЖА НАСВ В ЭТОМ ИМЕНЕ. АЛЬ ФАТХА ТАЗЛАХИРА ТУ АЛА АХИРИХ. Явная ФАТХА НА ИГО КОНЦЕ. ЭДАТА ЭТА НАТУН ЛИ НАРУН. СЫФАТУН. ОПИСАНИЕ, ОПРЕДЛЕНИЕ СЛОВА НАРУН. ЭДАТА В ЖЕНСКОМ РОДЕ, ТАК КАК ЕГО МАНУД. ОПРЕДЛЯЕМА, ЕГО ОПИСУЕМА. НАРУН СИТАЕТСЯ В ЖЕНСКОМ РОДЕ. У НАТАЛЬ МАНСУБИ, МАНСУБАН МИСТЛУ. АЛЬ ФАТХА НА ИГО КОНЦЕ. ОДАТА ЭТА МУДАФ . ИМЕ ОДАТ ЯВЛЯЕТСЯ МУДАФАМ . ВЛАХБИН ЭТА МУДАФАН ИЛЕХИ . МАЖРУРН БЕЛМУДАФИ . У АЛЬАМАТУ ЖЭРХИ ПРИЗНАК ЖЭРРА В ЭТОМ ИМЕНЕ. ЭТА АЛЬ КАСРАТУ ЗЗАХИРАТУ АЛЬ ААКИРИХ . АМУРА АТУХУ ХАММАЛАТАЛЬ СХАТАБА . Если мы читаем хаммалату, то тогда и его жена носилища цедров. А если мы читаем согласно виду чтения сфатхи, хаммалата, то тогда и его жена, являющаяся или являясь носилищей цедров. Ва, альвавет харфу атфин саюз, мабню аля фатхин с неизменяемым окончанием сфатха на конце. Такое соединение здесь допускается, так как имратун, являющийся маатуфун, соединенным, и местомение ху, являющийся маатуфун алейхи, то есть тем, с чем соединено другое имя, эти два имени разделены между собой. Между ними имеется нарун дата лагабин, то есть мафуль бихи и его наат. Данное обстоятельство, то есть то, что нарун дата лагабин находится между ними, облегчило здесь атф соединения без прибегания к помощи домилам местоимения, являющегося талкидом, усилением для маатуфу алейхи, как в случае, например, с аятом узкунантову зоджика, например, в Аллаху Аланам. Вальмаатуфу аляльмарфуа и марфуа он митсула. Имя, соединенное с именем в состоянии арав, тоже будет в состоянии рафа. Валлаху аляльмарфуа и признак состояния рафа в этом имени, это аддамат из-заихрату аля ахилихи, явная аддама на его конце. Вамрату это мудаф, имя имра является мудафом, первым членом из-зафетного сочетания. Вальхау это аддамирин муттасалун, слитное местемение, мабнив аля аддаммин с неизменяемым окончанием с аддаммой на конце. В махалле джарин бель мудафи, на месте подъезжает джар, посредством мудафа. Мудафун илей, являясь вторым членом из-зафетного сочетания. Хаммалата с фатха на конце, если мы читаем с фатха на конце, халун мин имраа, хал, обстоятельство, образе действия, это имя имратан. Мансубан, состояние наспы, у алямата наспы, признак состояния наспы в нем, это аль-фатха таллахирата аля ахири, явная фатха на его конце. Есть и другой вариант разбора, это если мы скажем, что хаммалата мансубана аля аддамми, то здесь применен метод выражения порицания. В этом случае хаммалата будет мафульбиги прямым дополнением для скрытого глагола аддамму, например. То есть я порицаю насильщицу дров. Если взять кират хаммалату с даммы на конце, то в этом случае оно будет наат для имрата. То есть его определением, описанием, перевняющим его поддержку, огласовку дамму в данном случае. Также это может быть и хабаром лимоптадейн махадуфин, сказуемым для скрытого подлежащего. То есть хия хаммалату л-хатаби. В обоих вариантах чтения киратан хаммалату или хаммалата. Хаммал является мудафом, первым членом из офетного сочетания, а аль-хатаби это мудафун и лейхи, вторым членом из офетного сочетания. Маджрурн б-ль-мудафи, поставлен мудафу в состояние джар. В аламуту джархи, признак джар в нем, это аль-касра тузлахирату аля ахири, явный кассра на его конце. Фи джиди ха хаблум мин масада, на шее у него плетеная веревка из пальмовых волокон. Фи это харфа джар, предлог родительного подрежа, мабдин аля сакунин с неизменяемым кончайным сакуном на конце. Джид это маджрурн б-фи, поставленный харфан фи в состояние джар. В аламуту джархи, признак состояние джар в этом имени, аль-касра тузлахирату аля ахири, явный кассра на его конце. В аль-джару в аль-мудафи, являющийся амелем, фактором джара, и поставленный им состояние джар имиджит, мута аликани состоят смысловой связки со скрытым подразумеваемым амелем. Обычно здесь говорят, про аль-джару в аль-мудафи, про них говорят фи махалли рафин, на месте под джаров. Хабр аль-муктадай л-мукаддаму, сказуемый, поставленный перед своим подлежащим. А так, на самом деле, хабр, сказуемый, это тот скрытый амел, а аль-джару в аль-муджрур состоят с ним в смысловой связке. Аджид это мудаф, являясь первым членом из афетного сочетания. Ва-ха это местомение женского рода, домир муттасану, слитное местомение, мобниу аля сакуны, с неизменяемым окончанием, сакуном на конце. Пи махалли джарин, на месте подъезжает джар. Мудафан и лей, второй член из афетного сочетания. Хабр лун, это мубтадан муахарун, подлежащий, поставленный после своего сказуема. Марфуан, поставленный в состоянии раф. Ва-лямату рафа и признак состояния рафа в этом имени, ад-даму тал-захирату аля ахири, явная дама на его конце. Мин масадин, мин, это харфу джарин, предлог родительного падежа, мобниу аля сакуны, с неизменяемым окончанием, сакуном на конце. Масадин, это исман маджрурин, бимин имя, поставленный предлогом мин в состоянии джар. Ва-лямату джарий, признак падежа джар в этом имени, ад-касират аль-захирату аля ахири, явная касра на его конце. Вал-джару, вал-маджрур, харфу джар, и поставленный им в состоянии джар имя, состоят в смысловой связке со скрытым аймлем, с удаленным аймлем, фактором. То есть, мин масадин, это определение, описание слова хабалин. То есть, хабалин, хабалин, ка-инин мин масадин. А точнее, состоят в смысловой связке с удаленным словом, являющимся натом слова хабалин. Осталось сказать, что предложение фи-джи-дега хабалин, это джумлятун-исмиятун, джумляту-нисмиятун. Это джумлятун-исмиятун, именное предложение фима халин-неспянь на месте падежа насм-халюн-санитун. Второе хал, второе обстоятельство, образе действия от слова имра-тоу. Халюн-санятун мин намеро-тоу. Также это предложение может быть и на месте падежа рафа в качестве начального предложения или же в качестве сказуемого для скрытого, отдлённого подлежащего, например, Аллаху А'лам